В этом уроке мы с вами разберем оставшиеся пункты данной панели управления. Первый из оставшихся – это обратная связь. Здесь вы можете связаться по тому или иному вопросу с представителем хостинговой компании. Карточка клиента содержит все ваши данные. Чтобы их изменить, нужно писать в службу поддержки. Список бонусов. Периодически они проводят различные акции, раздают бонусы. Так вот, если что-то такое есть, то вы об этом можете почитать вот на этой страничке. Уведомления. Здесь можно включить, чтобы вам на сотовый телефон поступали сообщения в том случае, если, допустим, у вас кончается период оплаты или другие какие-то моменты. Допустим, я веду какой-то тестовый номер. Но они требуют, естественно, подтверждения этого номера. Вот так, веду несуществующий. Так, и без семерки. Вот они, получается, выслалили смс. И если я бы подтвердил данный номер, то мне стали бы доступны вот эти функции уведомления вот в таких ситуациях. Дальше идем. Следующий момент – это движение по счету. Здесь вы можете увидеть, когда вы платили, за что вы платили, за что с вас списывали с вашего счета деньги. Информация из этого поля вам понадобится для того, чтобы я вернул вам скидку 15%. Дальше идет пункт «Дополнительные услуги», в котором можно заказать, например, дополнительное место на сервере, если вам не хватило, дополнительный IP-адрес, FTP-логин и так далее. То есть все, что касается расширения тарифного плана, это здесь. Управление бокапами. Здесь вы можете видеть резервные копии, которые создаются ежедневно по всем вашим сайтам. И, соответственно, вы можете такую резервную копию здесь скачать, а можете сделать откат. То есть если вы видите, например, что ваш сайт взломали или еще что-то произошло, то вы можете быстро откатить ваш сайт к состоянию из какого-то бокапа за какой-то определенный день. Вы его просто выбираете, нажимаете вот эту кнопку, и у вас в эту папку на сервере будет загружен бокап именно на эту дату, и сайт будет восстановлен. Здесь то же самое для баз данных. В моем случае я базу данных создал только сегодня, поэтому здесь никаких бокапов еще нет. Дальше идем. Информация по нагрузке. Здесь вы можете видеть ту нагрузку, которую генерируют ваши сайты, ваш аккаунт. И если она будет приближаться, допустим, к критической, то, скорее всего, это будет означать, что вам пора переходить на более высокий тарифный план, где нагрузка разрешена уже больше. Кстати, перейти на другой тарифный план можно легко через вот эту выпадающую панель и здесь выбрать тот тарифный план, который вам нужен на данный момент. Далее, пользователи ПУ и ФТП. Вот это удобная функция. Вы можете дать доступ к вашей панели управления другим людям, но ограничить их доступ. Допустим, если вы хотите своей бухгалтерии дать доступ только к блоку, например, движения по счету и оплаты услуг, то можно это организовать следующим образом. Вы выбираете данный пункт, добавляете нового пользователя, придумываете имя, пароль, можно указать FIO и указываете, какие разделы будут доступны. Вот, например, бухгалтерия и здесь доступ к оплате услуг, только разрешить доступ к движениям по счету и там остальным возможностям. Активировать отложенный платеж. И таким образом, после создания такого пользователя, вы получите имя, пароль, который можете отдать бухгалтеру, и он сможет зайти сюда в панель управления, но он не увидит ни одного из вот этих пунктов, он увидит только оплату услуг, движение по счету и может быть еще что-то, что связанное именно с бухгалтерскими делами. И также вы можете дать доступ, например, своим помощникам, еще кому-то, фрилансерам, что если у вас, например, какая-то задача, которая требует доступа к вашему сайту, но вы не хотите давать полный доступ к сайту, то это очень полезная возможность. Далее, настройки DNS мы с вами вкратце уже затрагивали. Здесь можно изменить вот эти самые MX-записи для почты и так называемую A-запись для домена. Более подробно о ней вы можете почитать вот здесь, щелкнув по упросительному значку, то есть это основной момент связи между доменом, именем и хостингом. То есть, по сути, этим мы указываем, где живут файлы для этого домена, на каком сервере. В данном случае мы видим, что у каждого сервера есть вот такие IP-адреса, и этой A-записью мы, по сути, говорим, что все файлы для данного домена лежат вот на этом сервере. Далее у нас идет панель CronTab. Это планировщик, очень удобная вещь. В некоторых скриптах, где требуется вызов этих скриптов в определенные моменты времени, это бесценный инструмент. И плюс ко всему, здесь он выполнен в очень удобном виде, потому что на других хостингах вы можете встретить такой момент, что для Cron нужно вводить все вручную. То есть, нужно знать, как правильно вводить команды, вводить это все в какую-то специальную строку. Здесь же нет. Вы просто указываете, например, если вам нужно единоразовое выполнение, то конкретную дату и время, когда это нужно выполнить. Нажимаете «Далее» и прописываете, что именно нужно сделать в рамках этой задачи. или вызвать какой-то скрипт, или еще что-то сделать, и эта задача будет в это время выполнена. Если нужно постоянно вызывать какой-то скрипт в режиме какой-то периодичности, то здесь вы можете выбрать, допустим, вам нужно каждый день недели. Так, применить «Далее» каждый месяц, каждый день месяца. И, например, раз там каждые 5 часов, допустим, указываем каждые 5 часов, так, и у минуты укажем, допустим, 15 минут. Нажимаю «Далее». И здесь также нужно указать название задачи и тот скрипт там, или сценарий, который будет выполняться вот в этот указанный перевод. То есть через каждые 5 часов, 15-ю минуту этого часа, он будет выполняться. Здесь можно указать ваш e-mail адрес, чтобы в результате выполнения задачи вам приходило уведомление, что задача выполнена. Далее здесь идет управление логами, тоже интересный инструмент. Здесь вы можете включить так называемые логи, в которые записывается вся информация по тем посетителям, которые заходят на ваш сайт, по тем ошибкам, которые происходят. И вот интересный момент здесь, именно в логе доступа, если мы его включим, нам предлагают сразу воспользоваться специальным скриптом, то есть установить его на наш сайт, который показывает очень подробную статистику. Он бесплатный, можно его включить. И теперь, если вы зайдете на ваш сайт и выберете вот такой адрес, avstats.pl, то вы получите доступ к этому скрипту, где вы можете посмотреть всю статистику по посещаемости вашего сайта за каждый месяц. Причем скрипт очень мощный, переведен на русский язык. Если он вам понравится, то можете походить по возможностям, которые здесь выдают, но это более актуально, когда уже на сайте есть какая-то посещаемость. В моем случае здесь все нули, поэтому это не так интересно. Если он у вас запросит логин и пароль при входе, то логин и пароль у вас будут точно такие же, как вам прислал хостер в первом письме. То есть вот имя аккаунта и пароль аккаунта введете, и он вас пустит к этой статистике. Так, и идем дальше. Возвращаясь я в панель управления. Здесь Jabber Server – это возможность организовать общение через Jabber протокол. Я этим, в принципе, не пользовался ни разу, поэтому здесь не буду ничего показывать. Инструкции здесь у них есть. Если вам такой обмен сообщения через Jabber Server понадобится, то можете его также организовать. Базы данных разобрали, файловый менеджер разобрали, конструкторы есть, сайтами управляли, домены создавали. И здесь остается почтовый менеджер, который у нас, кстати, был недоступен, пока мы не оплатили. Здесь просто идет инструмент по созданию почтовых ящиков уже для вашего сайта средствами самого хостинга, без использования Google, как мы это сделали. Но мы уже это реализовали через Google, поэтому здесь я останавливаться не буду. На этом здесь все. У нас, по сути, осталось всего два урока. Жду вас в следующем уроке. Увидимся там.